...сделать не РПДшку, репозиторий. Вопрос, в принципе, простой. На РОКЛОВОМ обучении, которое я посещал не один десяток раз, на него отводится там чуть ли не, по-моему, 6 или 7 часов. У меня даже презентажка, там понадергана слайдов оттуда. Из всего, чего сделано, что покажу, у меня сэмплы долго грузятся на ноуте, там порядка 12 часов, чтобы загрузилась сэмпловая база. И, ну, долговато, не успел ее сделать, поэтому чуть-чуть будет по слайдер просто. А уже вагрантовские боксы я дам вам уже с загруженной этой презентажки, потому что, ну, то есть уже готов бокс с BI, а осталось только подгрузить в сам ОРОКЛ сэмплы. ОК, начнем с самого простого. Что это делается, да что это надо. То есть, ну, первое, это всегда мы фигачим, идем через SQL+, в схему, и смотрим, есть она у нас вообще или нет. Если схема есть, то, соответственно, мы можем с ней работать. Дальше, ну, посмотрели, что у нас есть, то есть посмотрели, какие там есть таблички. Если есть таблички, то мы можем какие-то там определенные таблички взять и работать с этими табличками с нашим репозиторием. Опять же скажу, что я буду показывать на том, что было на то, что на стандартном ОРОКЛ обучении происходит. То есть там можно строить достаточно большое количество связей. То есть здесь будет построена стандартная звезда. Вот, значится так. Мы выбрали таблички и потом запускаем биоадминистратор. Биоадминистратор вам покажу на... Пойдем, вот у меня... Вот он будет, у меня биоадминистратор. Запущен. Вот, мы даже создаем репозиторий. Где мы его там будем... Имя, имя, имя. Что мы здесь, если имя, он еще создал? BISAMPOL. EPOSITORY. Вот, sample rapa. Попутные в сейф. Вот, ну и обязательно, как говорит ОРОКОЛ, ему задаем какой-то пароль. Я обычно всегда это задаю ОРОКОЛ, чтоб не мудохаться извините ошибся logic 1 так как работа с такой базой здесь находится она у меня на варку и схема была создана под вот таким вот пользователям здесь порой по-моему такой еще не знаю что он такой а сейчас он запустится вот здесь эти показанные скриншотики если честно я себе делал эту презентацию типа как себе такой быстрый факт как быстро сделать репозиторий и как быстро его сохранить знаете как такая напоминавка для себя вот репозиторий где сохраняется пароль то что мы подключаем этот этот да раз отвечу подключаем какой через data source подключаем ну как бы стандартно каракола базель по тнс по 1521 подключается пользователь который создается в этом в сейчас в котором создается пользователь создается схема ну и выбираем базы выбираем тот тот data source view который будет работать потом создается connection пол в принципе он создается блин то лучше показать конечно не запустился импортируются ну и потом надо будет создавать альяс есть маленькая тонкость когда мы выбрали альяс и будем их создавать то есть вверху если вы работали с BI администратором вверху есть мелко создание новых join создание новых связей вот здесь самое простое что 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 надо помнить что мы должны просто использовать foreign key вот ну и дальше идем создание бизнес-модели опять же все сделается все перетаскиванием очень легко очень удобно потом presentation layer правой клавишей мыши будет presentation layer создается ну и потом будет проверка консистенции данных так как у меня это все крутится на моем ноутбуке вот консистенции layer у меня было порядку 20 минут ушел а на серверах с которым приходилось работать с заказчиками с NTS с другими ну это было очень очень быстро потом идем в enterprise залачиваем application перезапускаем опишку ну и в принципе все загрузили перезапустили а потом она сразу будет показывать сейчас запустилась наконец постараюсь это все сделать что должно было быть запущено всегда самая большая проблема заключалась в том что чтобы сам был правильно законфигурен то есть правильно был поставлен в этом случае здесь я стал типа через sample installation быстро легко удобно вот но здесь есть две проблемы здесь enterprise manager запускается через раз потому что это все таки виртуальная машина и памяти здесь выделено всего лишь для enterprise manager этого маловато ну и соответственно очень и очень медленно работает значит там еще я хочу рассказать по поводу миграции например с 11 на 12 показать честно не смогу у меня не хватит здесь сейчас возможности показать это все дело вот там есть файлик который называется migration jar он находится в файлик в бинах он будет находиться вот этот файлик мы переносим с 12 цен на 11 кидаем в какую-то произвольную папку запускаем и он работает более так чтобы это было наглядно уруру здесь у меня нет виртуальной машины готов показать в любой момент ну не сейчас вот в принципе это очень легкая ну создание биоинвп истории очень легкая вещь то есть там единственное что надо понимать что мы будем формировать связи типа там many to many либо one to many и все если есть вопросы я всегда готов на них отвечать вот также готов еще раз сказать про такую интересную штуку с BI которую мне приходилось часто делать это интеграция BI с другими аэрокловыми системами база оракул создана база оракул создана чуть-чуть подождем работа и вот это и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...